Ребята, всем привет! Поздравляю всех с праздником, с первым днем лета и с международным День защиты детей. Этот праздник начали праздновать во всем мире с 1950 года. Сейчас я отправляюсь в центр, посмотрим, как праздник сейчас проходит. Еще есть такая одна приятная новость. Запустили у нас прямые рейсы, самолеты из города Костаная до Анталии в Турции. Посмотрел я, насколько стоят билеты. Цена 239 тысяч там с копейками. Это туда и обратно. Вот, можно полететь самостоятельно. Ну, такая вот цена. А я летал, конечно, дешевле, через пересадку, через Москву. Там у меня обходились билеты в 94 тысячи тенге. Когда я летал, уже 4 года прошло. Сейчас-то цены совсем другие. И помню, когда этот праздник я тоже снимал, 3 года назад, Международный День защиты детей, я в этот день для себя открыл купательный сезон. Купался я на пляже с посалкой. Ребята, сейчас так подумал, может рассмотреть следующее путешествие в Турцию, освежить память, давно там не был, записать новый контент. Что вы по этому поводу думаете? Тут у нас раньше был Макдональдс. Все, вот Анмарк, я уже подошел к центру. Кстати, у людей сегодня таки много гуляет на праздники. Сейчас я тут еще прямо пройду, там будет все проходить мероприятие, посмотрим. 20 июня в 7 часов до камерас. Будут лучшие хиты группы кино. Кстати, сегодня был велопробег, начинался он в 10 часов утра. И раньше тоже сюда участвовал. Но сейчас я не поехал, потому что у меня велосипед сломался. Я не смог поехать здесь. Смотрите, на лошадях можно тут в центре покататься. Белая лошадка. Пони есть. Тут спецтехника, спасательная служба. Можно все это посмотреть, рассмотреть, поближе подойти. Деткам нравится, лазят, смотрят. Можно даже в кабину сесть. Интересно сделали. Так, а сзади тут что? Нет, будет водно-спасательная станция? Да, да, да. Потрогай, потрогай. Нет, погаси, я на поле. Давай, давай, не будешь. Это спасательная служба. Смотрите, автомобиль трекол. Тут и лебедка есть. Ой, написано. Трекол 39294. Количество мест 8. Колесная формула 66. Наряжение масса 2 тонны 800 килограмм. Вот она лебедка. Ничего себе. Детонные фляги бензин дополнительные. По 20 литров. И можно прям вовнутрь зайти посмотреть тоже. Классно, что сделали. Да, организовали. А вот еще две фляги. Колеса вообще огромные. Везде пройдет. Смотрите, какой аппарат. 160 крат, да? С камерой. Вот он, пульт. Уберите ногу, пожалуйста. Да, накрыл. У тебя даже тепловизор есть. Поручие незаленчивые аппараты. Сейчас, видите, просто спасательные люди уходят. Вот так, внучка с бабушкой, да? Людей искать. Людей искать. Кто-то пропал. Люди уходят. А какую дистанцию он на батарее может пролететь? У него идет 15 километров точка невозврата. 15 километров точка невозврата. Давайте посмотрим. Тут просторно. На такой машине, на приколе, куда-то можно поехать. На природу, в лес, на рыбалку. Везде пройдет, проедете. Здесь и люк. Комплекс мониторинга из земной поверхности. Вес 36 килограмма. А максимально взлетная 9 килограмм. Габариты. Максимальная горизонтальная скорость 23. Высота 5 километров. Это на дуно, на дуровне моря. На дуровне моря, да? Это и громкоговоритель, можно что-то сказать, да? Микрофон. Это камера 20 зуб. Она увеличится. Также в ней вместе инфо-красник. Также лазер у нее есть. Он увеличивает, допустим, до точки до часов стреляет лазером. Он точно метр будет сколько метров отсюда, до топтора. Ничего себе. Точное расстояние определяется. Вот такие у нас изолирующие противогазы есть. Более современные вы можете посмотреть в пожарном автомобиле. Это вот ИП-5. Изолирующий противогаз 5. Для чего он служит? С ним можно работать под водой. В том, с баллоном, который под водой нельзя работать, а с этим вот противогазом изолирующим можно работать под водой. Далее хотелось бы подсказать вам. Костюмы. Все, наверное, мужской состав служили в армии, видели, что такое ОЗК, что такое Л1. Вот это один из наших костюмов, которые мы используем в быту, на работе. Вот такой у нас костюм Л1. Он одевается. Это низ его, и это верх его. Он одевается в обязательном порядке с противогазом, где мы можем уже ликвидировать какие-либо последствия, связанные с ними. Потом хотелось бы обратить внимание ваше тоже на разные противогазы. Вы, наверное, видели фильтры побольше, поменьше фильтры видели. Но все же суть одна, это то есть организовать именно, защитить органы именно человека при дыхании такими различными газами. Сейчас вот эти вот для вас мы хотели, для чего вы принесли, это старые противогазы все. Более современные, сейчас уже более подвезут вам, тоже показывают все. Это вот у нас единственное то, что у нас есть современное. Это вот, смотрите, также дозиметр у нас. Он одевается, вот если заглянуть на него, можете взять, посмотреть. И внутри есть шкала. Она показывает, сколько радиации, например, человек поглотил. Если он работает в зоне возможности. Смотрите, ребята, это дозиметр одевается, как и ручки. И потом, может, посмотреть, какое облучение ты получил, там будет видно, смотришь. Вот аналогично здесь же так же. Ты, Роман? Да. Дайду. Да. Здравствуйте. С праздником. У вас так же. Спасибо. Первый день лета сегодня. Похудел? Да. Смотрим, подписывайся. Спасибо. А на все подписывайся. Самое интересное, для детей, вот, никогда никто не думает о маленьких детях, как из зоны возможного заражения, да, радиации, вытащить ребенка. Вот, смотрите, до полтора года в камеру защитную детскую ребенок помещается, и он вносится оттуда, в данной камере. Вот его фильтр, вот его рука, которую мама, чтобы его поправила, молочко дала и так далее, внутрь вот так поправляет. Здесь вот у нас как раз таки на ребенка можно посмотреть, плачет, не плачет, все ли с ним в порядке. Вот, мы же никогда не думаем же о маленьких детях, правильно? Думаешь о взрослом, как навакуируется, а вот государство уже было предусмотрено и так далее. Вот самые опасные вещества, что вы видели, какого цвета, примерно, в твердом состоянии, в жидком состоянии, что вы обратили внимание. Вот, например, возьмем иприт. Иприт? Иприт. Газ. Да, газ. Ну, в жидком состоянии, если вы, в жидком состоянии становится, видите? Вот, можете ознакомиться, тоже посмотреть, как они вообще выглядят. Формалин. Черное, это у нас зарин. Это все, все опасно. Да, все опасно. Так, давайте посмотрим, что. Аптечка. 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 Отдыхание. Все. Все. А, дефибриартор. Да. В тумбочке у нас ничего нет. Видишь, перчатки, маска, все, атака. Сердце, чтобы работало. Это зеркало, что ли? Нет. Но столько. Он не жевает. Ну, ничего. Ну, они летают и говорят там, передают. Очень интересно. Посмотрим, посидим в кабине. Иди за руль, садись за руль. Багдан, за руль, садись. За руль, садись. Да, интересно. Это свет. Разный. Это панель. Сейчас, подойди сюда. Так, пойдем дальше, ребят. А тут дети рисуют на асфальте. Баскетбольное кольцо. Ребята, это город Востанави. Это впервые на канале. А тут я живу. Фонтан запустили. Классники играют. Итак, готовы. Итак, простите. Как тебя зовут? Тут даже рамка есть для инстаграма. Хоп, хоп, смотрите. Оп. Круто. Итак, как... Ты смотришь, все торговые точки заработали. С мороженым. А также можно проверить силу удара. Ударить. Мороженом, мороженом, сладости. Очень много различного проката, велопроката. Для детей. Вон автомобили различные. BMW. Геленваген есть. Вот кабриолет BMW. И баги, что только нет. Я не помню, как вот эта вот вещь называется. Я помню, в Белоруссии, в городе, в Минске, в столице катался. Ну, побольше он был взрослым. Ну, вот тоже. Видите, можно на лошадке прокатиться. А вот он, светомузыкальный фонтан. Вечером очень красивый. Под музыку. Все это можно прийти и посмотреть. У меня, кстати, есть один шорс. Я этот снимал. Поп-корном пахнет. Тут продают поп-корн. Это парк аттракционов. Цепочка. Давайте пройдем тоже посмотрим. Тут на все аттракционы. Такая очередь. Знаете, какая большая очередь в кассу. Я думал прокатиться на колесе обозрения. Вот оно колесо обозрения. Поехали в путешествие. Видите, сколько людей. Это все в кассу встают. Это вообще вот жесткие аттракционы. Как-то космонавты готовятся. Тут установили батут. 15 минут 500 тенге. Вот он, кинотеатр Казахстан. И есть такой шатер, где можно посидеть, пообедать, поужинать. А это аттракцион-лодочка. Тоже, видите, на каждый аттракцион такая вот очередь устраивается. Вот. Все, разогнались. Дротиками нужно шарики лопать. На суперприз. Попали, но у него лопнуло было сильнее. Попадание. Что-то выиграли. Игрушку можно выбрать. На машинках тоже можно покататься. А вот тут детские игрушки продают. Чего только нет. А пружинки, я вот помню, из детства. А еще я любил динозавры. А еще я любил динозавры. Тоже динозавры продают. Также и супергероев мне нравились. Вон Бэтмен. Ребята, всем отличного праздничного настроения. Тут тоже дар скидают шарики. Первый день лета. Здорово, чувствуется праздник. Динозавры, вот переместили. Он стоял вот тут, вот возле фонтана. Вот здесь он стоял. А это у нас тут американские горки. На гусенице. Я тут тоже катался. Я тут, конечно, везде катался. На всех аттракционах. Вот оно, колесо обозрения. Сегодня, кстати, и погода такая хорошая. Потеплело прямо. То, что-то у нас тоже прохладно прям было. Поехали. Тут же есть такой лесок. Очень много деревьев. Пойдемте дальше смотреть. Березовая роща. Кстати, ребята, сегодня вечером будет прямой эфир на каллине. На канале приблизительно где-то в 20.00 по времени Казахстана. Кому интересно, заходите, посидим. Я буду заваривать чаек. Отметим первый день лета. Я раньше помню в школе, когда учился, всегда ждал лето. Эти каникулы были самые шикарные. Это был самый настоящий праздник, когда наступает лето. 90 дней отдыха. Не надо уроки делать, в школу ходить. Вот сюда ждал такие вот каникулы. Тут у нас находился шахматный клуб. Но вот сейчас я не знаю, есть ли он тут или нет. Кстати, шахматы я тоже люблю. Играть я умею. Играл я на компьютере в шахматы. Снова подошел в спецтехнике. КамАЗ. Тут мне понравилось. Там интересно мне самому. Интересно, как выглядят современные противогазы. Интересно, да? У нас норму показывает. Норма 0,16. Пластик. Кроме этого, есть приборы для определения. Это радиацию показывает. Смотрите, а сколько стоит гидрокостюм. Стоимость 280 тысяч. С листов. С листов, да. Это 280 тысяч он стоит? Да, вон там здесь. Работали в этом году на Паутках. Мы на Паутках в Варковоке. Очень хорошо себя зарекомендовала. А вот Дон Крачо стоит. Тоже несколько миллионов стоит. Часи. Горванская, все надежная, проверенная. Машины, понимаете? На соревнования ездят. Выигрываются. Потому что не надо с собой тащить на станцию. Для нагнетания рабочей жидкости. И тем более шланги. Вот представь, да я зашел куда-то в проход. Тащишь с собой станцию, тащишь с собой шланги. А здесь взял батарею, поменял и дальше. Удобная вещь. Здесь вот раз батарея. Батарея сигнал. А, вот. Зарядку устроишь за раз в одну. Зарядка показывает. Вот кнопочку нажал. Вот видишь? Полная, да? А на самом телефоне, да. Есть функция. Свет можно включить. Допустим, здесь вот на нем лапочка вот и есть. А допустим, лапочка, ну, что-то без батареи не включу. Где темно, освещение нет, раз свет включат. Да, при работе работаешь, слышишь, они светят. Да. То есть, удобно? Фактически место работы освещает. Удобно. Да, очень-очень удобно. А это как называется? Это называется комбинированный гидринструмент. Он предназначен для разрезания за счет вот этих резий. Крута, арматуры, квадрат, допустим, кабеля какие-то электрические. Все, что хочешь, можно. Листовой металл нужно разрезать. За счет концевиков, внутренних и наружных. Можно так же что-то разжать, можно так же что-то сжать. Или приподнять. Что-то раздвинутый, да? Скорость очень большая по сравнению с... Которая работа от насосной станции, там скорость поменьше. Рискорость большая. Ничего себе. Раз, все, все. Раз, что это делается? Так же аккумулятор, да? Такая система. Люди остаются под бетонами. Люди снимаются тоже. Суварик, остается. Раз, все. Так, смотрите, ребята, что я сел в автомобиль. Станция, не понимаю, правда, что здесь. Нет, все отключено. Все отключено. А это телефон, можно позвонить, что ли? А, сюда. Раз, позвонил. Так, все отключено. Тоже разные приборы. Собаки специально обучены. Они чувствуют, где люди, потом обозначают и начинают тихонько, там, уже раскапывать людей. Смотрите, какой у нас все тут запустили. Фонтан классный. Бегемот под зонтиком. И вот такой вот есть фонтан. Прям возле беседки. Классно. Детям кто-то вообще в радость побегать. Люди играют, пробегают. Когда фонтан спадает, не сильный напор, они постараются пробежать. Не сильно, не намокнут. Голуби, птицы мира. И так, надеюсь, тоже построено или детство, на праздник. На вот таких вот лебедях я не катался. Нужно опуститься, подняться. Не помню, в какой стороне я катался, но не у нас. А вот этот аттракцион, я даже не видел, как он работает. Сминог такой крутится, еще кабинки крутятся тоже. А это аттракцион-сурприз. Я помню, в Турции наподобие таком катался, только там даже не надо было пристегиваться. Когда максимальная скорость набралась, даже пристегиваться не надо было. Ну, это по инерции, как стенки придавливает. И потом еще дно ушло. Ощущения были, конечно, мощные. Непередаваемые. Так что, ребят, я уже буду собираться, буду уходить. Все самое такое основное уже прошло, закончилось. Просто сейчас люди уже отдыхают, гуляют. Немного граффити в ленту, лошади, юрта. Все, я, в общем, возвращаюсь. Тут еще свои торговые ряды открыли. Тоже можно посмотреть, что там продают. Почта. Различные игрушки продают. Сувениры тоже можно все это купить. Кошечки красивые очень. Такие добрые собаки. 3000 лет. Он даже человек-пулк есть. Ну, все, ребят, на этом видео подходит к концу. Давайте, всем добра, всем пока. Скоро увидимся.